Приветствую вас дорогие зрители канала Ческом.ру В данном видео вы станете свидетелями яркой битвы белорусского гроссмейстера Владислава Ковалева и Аниша Гири в рамках нокаут турнира чемпионата Ческома по быстрым шахматам. И перед тем как мы коснемся данной битвы, давайте познакомимся с самим турниром чемпионатом Ческома по Рапиду. Чемпионат Ческома по Рапиду 2022 представляет собой серию турниров по быстрым шахматам, где участвуют 100 сильнейших шахматистов планеты в любом рейтинг-листе в классику с января 2021 года, также 10 сильнейших шахматисток, 10 сильнейших юниоров и также 10 специальных гостей от Ческома могут принять участие в данном турнире. Каждую неделю с 12 февраля по 28 августа звезды шахмат смогут соревноваться в турнирах по швейцарской системе и нокаутах, получая баллы в общий зачет серии и выигрывая свою долю от 650 тысяч долларов, что является главным призовым фондом данного мероприятия. Каждую субботу, начиная с 12 февраля, в 8 часов по московскому времени, сильнейшие шахматисты планеты определяют 8 сильнейших шахматистов турнира, которые на следующий день и в воскресенье продолжают борьбу за главный приз в размере 7,5 тысяч долларов. На экране вы видите регламент турниров по швейцарской системе. Контроль времени достаточно простой, 10 минут без всякого добавления и 8 победителей выходят в нокаут турнир, который происходит у нас в воскресенье. На экране вы видите регламент турниров по нокаут системе. 8 участников разбиваются на 4 пары и играют с временным контролем 10 минут и 2 секунды добавления на ход. Выше сейный играет белыми фигурами. Если эта партия завершается в ничью, шахматисты играют с укороченным контролем 3 плюс 2. Если эта партия завершается в ничью, то играется партия 1 плюс 1. И если эта партия завершается в ничью, играется Армагеддон. Грубо говоря, матч играется до первой победы. Также каждые выходные разыгрываются весьма солидные достойные деньги. 20 тысяч долларов, из которых первого места достается главный приз в размере 7,5 тысяч долларов. За второе место гарантируется приз в размере 3,5 тысяч. Третье и четвертое места получают по 2,5 тысяч долларов соответственно. И последние 4 места в нокаут турнире получают 1000 долларов. Итак, приступим к обзору второй партии матча Владислава Ковалева и Ани Шагири. Первая партия завершилась в ничью с временным контролем 10 минут и 2 секунды добавления на ход. И по регламенту турнира шахматисты играют до первой победы. И в этой партии шахматисты играли с укороченным контролем по 3 минуты и 2 секундами добавления на ход. Владиславу Ковалеву, гроссбестеру из Беларуси достались белые фигуры. И он стартовал входом королевской пешки, сыграл Е2-Е4. Аниш подхватил сицилианской защитой своим излюбленным дебютным вариантом. Белые сыграли кони Ф3, черные играют Д6 в попытке где-то перейти в вариант Найдерфа. Но белые сразу же мешают планам черных и играют с клом Б5, сводя партию в московский вариант сицилианской защиты. Белые объявляют шах черному королю и предлагают черным несколько возможных альтернатив, как от шаха защититься. Но Аниш в этой партии сыграл конь Д7. Вариант на борьбу, черные не форсируют события после размена белопольных слонов, потому что здесь у белых после хода С4 возникает такое пешечное построение мароц и тяжело черным как-то пробивать броню белых. Аниш избирает такой довольно интересный амбициозный вариант на долгую борьбу. Черные сыграли конь Д7, короткая рокировка, черные спросили документы у белопольного слона и слон идет на поле Д3. Ну, хода слона А4 у Владислава нету, потому что после Б5 и Ц4 белопольный слон оказывается пойманным в ловушке. Поэтому белопольный слон уходит на поле Д3. Кажется, с одной стороны, что белопольный слон стоит очень плохо, потому что он блокирует важную пешку Д и мешает пойти Д4. Но здесь везде в вариантах очень популярен перевод белопольного слона на поле Ц2 и после этого белый играет Д4, захватывая пространство в центре доски. Черные сыграли конь Ф6, белые сыграли ладья Е1. Здесь, на самом деле, помимо хода ладья Е1, у белых есть ход Ц3, выше мной упомянутый, с идеей пойти слон Ц2 и провести как раз такой мощнейший прорыв в центр доски. Например, Б5, белые играют слон Ц2, слон Б7, нападая на пешку Е4 и белые играют ладья Е1. Но в партии ход ладья Е1 последовал сразу. Черные избрали весьма редкий ход Ф7. Обычно в этой позиции черные избирают хода либо Е6, либо Б5. Ну, например, Б5 с целью максимально быстро захватить пространство на ферзьевом фланге. И, например, если белые как-то подрывают пешку Б5, то можно уже смело пойти Б4. И у черных неплохое такое пешечное построение на ферзьевом фланге. И действительно, у черных имеется превосходство на этом участке доски. Но черные, тем не менее, сыграли ферзь С7, слон Ф1. Не стал здесь Владислав играть С3. Он считает, что слон Ф1 будет где-то защищать короля в будущем на королевском фланге. И данная фигура на этом поле стоит весьма неплохо. А Аниш избирает очень интересный и необычный ход. Конь Е5. Аниш добровольно сдваивает себе пешки. Но зато, с другой стороны, у черных также появляется в будущем неплохая игра по вертикали Д. Владислав сыграл А4, захватывая пространство на ферзьевом фланге. И черные ответили ходом Б6. Конь А3. Ж6 идея. Как можно быстрее завершить развитие фигур королевского фланга. И действительно, ход Д6 довольно полезный. Конь С4. И вместо хода слон Ж7. Аниш избрал развитие другого белопольного слона, сыграв слон Ж4. Как раз идея, наверное, Аниша заключалась в том, чтобы вынудить ослабление в лагере соперника. Чтобы вот эта вот лазейка и комплекс черных полей ослабился в лагере Владислава Ковалева. На самом деле, Владислава в этой позиции следовал все-таки разменять белопольных слонов. Потому что слон на Ф1 является очень пассивной фигурой. И подворачивается отличная возможность как раз белопольного слона разменять. Сыграть слон Е2. И в принципе, данная позиция является довольно комфортной для белых. Если черные меняются. Потом у белых появляется идея пойти А5. На Б5 пойти конь Б6. Д3 спокойненько завершая развитие фигур ферзьевого фланга. Но Владислав сыграл Ф3, отгоняя слона черных. Черные сыграли слон Е6. Д3. Не боится здесь Владислав ухудшения пешной структуры. Потому что после взятия коня на поле С4. У белых появляется неплохое преимущество двух слонов. Скрывается вертикаль Д. И в будущем белые нацелены на какой-то подрыв на ферзьевом фланге. И на какой-то подкрут. Но черные, конечно, брать не стали. Черные сыграли А5, захватывая пространство на королевском фланге. Белые сыграли А5. И на Б5 Владислав нападает на черную ладью ходом конь Б6. Ладья Д8. С3. Не самое аккуратное продолжение со стороны белорусского гроссмейстера. Потому что сразу же оставляется пешка Д3. И появляются какие-то у черных идеи по этой вертикали накатить. Но также ход с 3 плох. Потому что у черных сразу появляется ресурс конь Д7. И черные могут подменять хорошего коня белых на пассивного коня черных. А следовало в этой позиции возможно пойти С4. Атакуя пешка в Б5. Или возможно даже пойти как-то в ферзь Е2. Убирая своего ферзя с неприятного такого давления по вертикали Д. Но ход с 3 тем не менее последовал. Черные сыграли слон Ж7, слон Е3. Короткая рокировка. И Б2, Б4. Владислав Ковалев допускает ошибку. Здесь белым обязательно ферзя нужно было убрать с неприятной связки. Поставив его на поле С2, на поле Е2. Например, если черные играют как-то С4. С4 оказывают давление на белую пешку Д3. То в таком случае можно уже съесть на С4. И после спокойного, неторопливого ладья А4. Пешка на С4 теряется. И черные ничего не вправе здесь поделать. Но Б4 ход ошибка. Потому что у черных появляется ход С4 в ответ. Белые хоть и покидают связку. Черные позицию упрощают. В партии последовал размен. СД слон бьет Д3. И А4. Серьезное упущение со стороны голландского гроссмейстера. У Аниши был отличный шанс после хода слон Б3. Возможно, не бросающегося в глаза. Получить отличную позицию. Идея в том, что белым приходится брать. Если ходить в ферзь Б2 теряется слон. Если ходить в ферзь Е2, например, теряется уже пешка на поле С3. И нужно бояться слона. А в таком случае черные с темпом заедают белопольного слона на поле Д3. Нападая на С3. И на ход слон С5 у черных полный порядок после хода КНД7. И здесь уже черные даже, можно сказать, завладевают временной инициативой. У них неплохой контроль по вертикали Д. И действительно, была возможность у Аниши сыграть слон Б3. Но он ею не воспользовался. Черные сыграли Х4. И сразу же получили ход С4. Уже пешка нам опять подвисает. Нужно что-то предпринимать. Черные подменялись. Слон бьет С4. И Х3. Аниш Гири продолжил наставить на своем. Черные стараются как-то испортить положение короля на королевском фланге. Но белые просто никак не реагируют, играя Ладья А на С1. Развивая Ладью. И также уже грозя неприятным ударом на Е6. И черные решили перейти вот в такой вот Эншпиль. И разменять Ферзей. Ладья Б4. И КНЕ8. Аниш Гири допускают очередную ошибку. Но не могут такого типа хода назад конем являться сильнейшими и ходами нацеленными на победу. Здесь черным следовало проявлять активность. Нужно было играть Ладья Д3 с целью возможно где-то пойти Ладья Б3. Встать сзади потенциально проходной пешки. Например, на Ладья С на С1. Можно уже пойти КНЕ Х5. Как-то Б5 побили. Например, белые ведут свою проходную пешку вперед. Можно уже как-то позицию подкрутить ходом КНЕ в 4. Конечно, нужно было как-то в таком духе играть. Например, на ход А7 уже можно сыграть к КНЕ G2. И черный здесь вообще инициативу перехватывает в свои руки. Но нельзя играть так пассивно. И КНЕ ставит на последнюю восьмую горизонталь. Черные так сыграли. Белые напали на пешку Е7. Черные пешку из-под боя убрали, сыграв Е7, Е6. И здесь уже ошибается белорусский гроссмейстер. Нужно было играть в этой позиции Ладья С8. Интересный такой ход. Белые с одной стороны подставляют Ладью под бой. Но после удара на С8, белые форсировано отыгрывают Ладью. И действительно, у белых отличные шансы на победу. Ввиду того, что у них пешечная превосходство на ферзевом фланге. И белая Ладья сейчас должна заехать за пешкой А6. А после ошибочного хода КНЕ C7, черные поменялись. Хотя на самом деле Ладья С8 сыграть было интереснее. Подвязав белого коня. Ставя проблемой перед белыми. Например, на Ладья С1 можно уже тотально упростить, например, позицию. Побили, побили. Ладья БЦ7 сыграли. Ладья Б8 прицепились к пешке Б4. Все равно у белых перевес. Но не такой явный, как мог бы быть после хода Ладья С8. А в партии Аниш разменял коней. Черные заползли в гости к белым. Теперь уже белая Ладья вынуждена сторожить чернопольного слона. И здесь снова ошибся Владислав. Он сыграл Ладья С6. А белым, в свою очередь, следовало в этой позиции сыграть Б5. Как-то при малейшей возможности максимально быстро образовать себе отдаленную проходную пешку на ферзевом фланге. Например, на АБ уже А6. На Ладья Д8 уже можно пойти А7. И очень тяжело черным держать эту позицию, когда у белых имеется такая мощнейшая проходная по вертикали А. Но белые решили сыграть Ладья С6. Уже секундочки оставались у обоих участников данного матча. Ладья Б8, Ладья Б6, Ладья А8. Здесь Владислав выиграл пешку с Еф на Аш3. Но пешки сдвоены. И действительно, пока поится белых далека еще от выигрыша. Но, конечно, здесь игра идет на два результата. Это либо победа белых, либо ничья. Черным сыграли С6, Ладья Е2. И здесь ошибаются Аниш сыграл король G7. Ну, ход, с одной стороны, более логичный. Потому что нужно позаботиться о положении своего короля и его как-то улучшить. Но сильнее было пойти С8, нападая на белую Ладью. Например, Ладья С6. Можно уже пойти С7, цепляя пешку Б4. На С5 можно, например, уже разумеять одну пару легких фигур. Сыграет Ладья Б3 и непонятно, как белые будут выиграть. А выигрыша, на самом деле, здесь как такового и нет. А черные сыграли король G7. И если бы Владислав на секундах бы сделал правильный ход Ладья Б7, то, на самом деле, играть такую поицу черным очень неприятно. Потому что пункт на Ф7 может просто где-то треснуть. А белые сыграли король G2. Ладья Б3. Слон C5. Белые улучшили положение чернопольного слона. Слон G5. Ладья Б7. Белые прицеливаются где-то в будущем к пешке F7. Ладья D8. Является серьезной ошибкой стороны голландского гроссмейстера. Потому что у белых появляется мощнейший ресурс B4 и B5. И образуется у белых проходная пешка перед скале А7. Черная ладья встала сзади проходной. Ладья А1. Ладья Б8. Нельзя меняться. В таком случае после размена, после седения ладьи. Белая пешка превращается в ферзи. Черные сыграли B4. Можно, конечно, забрать пешку на поле B4. Но получается, что черные как раз выиграют на этом темпе. После ухода ладья D7. Не исключено, что черные собираются пожертвовать качество. И попытаться построить каким-то образом крепость на королевском фланге. Но белые здесь не поддались провокации. Владислав съел на D8. Черные съели в ответ. Ладья B2. Пойцы о белых абсолютно выиграны. Осталось сделать буквально пару точных ходов. И черным можно смело сдаваться. Король F6. Ладья бьет B4. Очень грамотный. И слон Е7. И тут у обоих шахматистов оставались совсем считанные секундочки. 6 секунд у белых. 5 секунд у черных. Добавление хоть и имеется. Но, конечно, нервы также играют свою неотъемлемую роль. И вот здесь у белых было два хода. Один из них ход слон бьет Е7. И какой-то интересный ход ладья B1. Но ход слон бьет Е7 ведет сразу же к победе. Потому что после шаха на B7 у белых имеется очень простой путь к выигрышу. А именно просто движение короля и перевод его к пункту B8. Чтобы можно было поддержать свою проходную пешку А7. И белые выигрывали буквально в пару ходов. И тут на секундах одолели Владислава эмоции. Он сыграл ладья B8 и просто зевает слона в один ход. И Владислава кажется. Ну так, ладно, я сыграю А8 ферзь. Черным придется съедать. Ну и, скорее всего, в этой позиции, не знаю, черным удастся ли выстрелить какую-то крепость. Но, естественно, здесь белые все равно пытаются как-то играть на победу. И, наверное, им это удается. Потому что потенциально образуется также проходная по вертикали Ашу белых. Но здесь ошибается на последних секундах Владислав. Превращает пешку в ферзи. И не замечает, что можно объявить белому королю мат в поле Ж1. И так завершается партия. И на этом Аниш Гиря проходит в полуфинал. И действительно, Владислава можно только посочувствовать после такого обидного поражения. Вот был Владислав в шаге от победы. Всю партию стоял Владислав под выигранным. Но все-таки ни в коем случае нельзя терять концентрацию до самого последнего хода в партии. И на этом Владислав Ковалев, к сожалению, завершил выступление в нокаут-турнире, получив приз в размере 1000 долларов. А Аниш в итоге дошел до финала, в котором уступил Яна Непомощему. И забрал приз в размере 3500 американских долларов. Субтитры создавал DimaTorzok